шалом уважаемые дамы и господа когда мы проверены всевышним и можем проверить один другого настоящие ли мы верующие люди соблюдаем ли мы то что написано в торе и верим ли мы в бога именно в момент когда мы стоим по разные стороны баррикад баррикады могут быть разные ты можешь быть литовский еврей я из хабада ты можешь быть еврей сефардский яшкинаский мы с пеной рта доказываем какую-то там правоту ты можешь поддерживать один режим я другой режим опираясь на какие-то источники истории или даже какой-то эмоциональный всплеск бурный который у либо есть ты повелся за ним невзирая на тору невзирая на все вещи и в этот в этот момент мы оказываемся с тобой за одним столом причем эти разговоры которые за столом они только делают накал страстей и в этот момент тебе задают вопрос как ты или как я могу рядом с тобой сидеть вообще когда у тебя такие взгляд или у меня такие ответ простой если ты веришь что есть бог ты принадлежишь к еврейскому народу у тебя есть чувство настоящей любви ты сможешь сидеть за столом ведь может быть в какой-то ситуации твой очень близкий человек близкие говорю сейчас по крови там брат буквально или сын это очень важно чем ближе тем сильнее вот эта проверка бога когда у него будет какая-то скажем другая какое-то другое мнение сможет ли ты с ним сидеть за столом или с ней вот это очень тяжело вот так мы проверяемся причем сегодня это очень так чувствуется и наша проверка заключается в том что мы можем быть по разные стороны баррикад по разные стороны мнений но мы обязаны быть вместе и сделать так чтобы все были вместе и объяснять это другим особенно эта задача она лежит на раввинов на учителей еврейского народа на людей которые в основном основываются на том что написано в торе иногда написано в торе я соглашусь с вами один может интерпретировать так второй может интерпретировать по-другому и каждый из нас горит и он доказывает свою правоту так вот экзамен он в том месте где ты делаешь на хай один с другим тем более если еще мы это делаем по настоящему от чистого сердца забывая вот эти все вещи вы не представляете насколько это радует всевышнего потому что напомню храм был разрушен из-за каждого и своя правда но как говорят абсолютная правда только у одного творца шалом шалом